сегодня сделал такой столик осталось еще раз покрытие лаком я не знаю почему но камера передает ну порой в розовый оттенок хотя он такой красный прям просто шикардос это второй слой лака сверху и первый слой лака снизу это у меня были в свое время давали как бы выбросить они назывались терминалами по выдаче наличных вот этот него каркас их как бы из-за того что мне не было времени их куда-то отвозить на пункты приемки просто приезжая ночью домой выгружал во дворе они меня валялись ну мне говорят хочешь выкидывай хочешь себе оставали пусть валяются игру сейчас некогда ими заниматься и у меня была такая идея давным-давно как из них что-то полезное сделать них свое время было ну не знаю штук 15 или больше даже до сих пор даже часть валяется вот 4 точно вижу прям один ну там за дверью 2 3 и вот 4 стоит еще где-то там меня валяется не помню сколько штук так вроде бы нет это кашин из нержавейки дорогущая штука там стоит которая двести чем-то ты что но и не в этом называется эта штука ти сиди где-то у него здесь наклеечка это доллару кто в теме тут поймут вот она красота какая вот естественно обвес и весь снимаю и долго думал как сделать столик решил просто же не сделать возле стеночки часа разгребают этот угол чтобы цветочки поставить из дома потом уедет наверное если не буду делать но может быть попозже сделаю все себе таких два будет у них три на один такой стол уходит 6 метров обрезков то есть у меня после стройки да вот то что я делаю кусочки остаются там в районе метра то есть например вот такие то есть выкидывать жалко я их откладываю для всяких переходов и сложных мест где делаю дополнительно обрешетку либо укладывают у меня все осталось 6 метров две таких штуки то есть на один точно получится используя вот такой вот лак какой-то новомодные под красное дерево 44 05 у нас в бутылочках продается вообще с лаком какая-то беда если раньше был в банках то теперь его в банках нет кстати вот переложил доски сюда у меня три куба чем-то лежит вот я нашел аккумулятор тоже не знаю наверное ролик запишу потом солнечная панель в документы свои нашел которые у меня выпали тут паспорт все дела полюс медицинский тысячи класс этот паспорт и вот здесь находил так это горситница не в этом используя вот такие саморезы на 50 до 4 или 4 с половиной сверлю отверстие вот таким чудесным образом и очень интересное тут придумал одну вещь посмотреть тут снизу щит есть вот эти две доски к этим двум доскам прикручиваются здесь саморезом но эти места зашпаклеваны шпаклевка и получается типа под сучки такие я их рубанком стачиваю и просовываю вот так вот и потом к ним притягиваю столешницу столешницу полирую в ноль у меня есть тут рубанок машинка вот такая вот у меня уцелела лохматых годах я ее покупал самая дешевая из линейки было видите маден германия 9 я сейчас не знаю даже есть такая контора или нет ну соответственно горка циркулярка и подрезаю все шуруповерт рубанок полировка и циркулярка вот три единственных инструмента которые мне нужен и все на глаз ничего это не измерял поэтому наверно я и токарь 4 разряда он был свое время кстати вот видите мутная такая вот получилось здесь точно так же было но первый слой он плоховатенько ложится для того чтобы было более менее необходимо нанести два слоя причем первый слой наносим он пропитывается то есть там шлифованные полированной доски он хорошо пропитывается через пару часов там написано бутылочки я прохожу шлейф машинкой вот это немецкая и немножко полирую чтобы было шершавое но она получается вот эту тут глянец убирает и становится вообще цвета ну дерево одной стороны так прикольно но мне все равно нравится чтобы вот так вот блестела красоте я вот сейчас попробую этот сделать ну и сделаю потом на второй этаж себе тоже буду наверное за таким столиком либо ремонтами заниматься либо обзоры снимать то есть классный черный фон поставить к стене но сейчас все отсвечивает эти какой контраст обалденный и в принципе обалденно даже вот в кадр влазит можно достаточно большие вещи снимать получается 45 ширину и где-то около метра с чем-то в длину все классная вещь такой вот вещью занимаюсь когда немножко болею вот дощечки сложил специально где выгинались они перевернул чтоб они выпрямлялись проложил по расставке подготовил последовательные разборки этой кучи то есть что на обрешетку идет сразу сверху ну и всякие кусочки всякие уголочки еще выше вот как то так да ну речь конечно не об этом а о столе шикарно как я и думал все отлично снизу кстати получается 30 на чуть меньше метра там 90 с чем-то сантиметр сверху побольше столешницы и снизу они прикручены полтинником снизу примут с этой полки я просверлил две дырки с той стороны две дырки и просто полтинником засверлился в доске доски между собой соответственно шлифанул чтобы максимальный притык был ну и сверху получилось весьма неплохо можно даже с них что-то положить и она плюс на колесиках она может съездить прямо и поворачивать с какой стороны то у меня но это заклинившие колеса здесь вот то есть как журнальный телевизор класс потом доски откручу и вот эти вот в какой-нибудь цвет покрашу какой-нибудь серебристый посмотрю это уже в будущем не горит самое главное сделать уже подкрасить всегда можно успеть ну короче как то так все красота обожаю просто с деревом работать то знаете когда устаешь от всего и хочется разнообразия и у тебя есть больше трех кубов соответственно это класс а кстати кисточки вот это вот сегодня смотрите часть леса пропитана кузбасс лаком потому что мне не важно фактура дерево где важно фактура дерево и те я никак не пропитывал эти у меня уходят в потолок поэтому я без зазрения совести на них кисточки мою то есть лак смывая пропитывает дерево я подобной фигней всегда занимаюсь а так у меня вот те доски которые будут скрытые до где не возьмут чтоб максимальных продлить срок жизни я их покрываю кузбасс лаком с цистоном с растворителем я уже показывал вот они черные и им вообще ничего тут нас дожди лили с неделю я их вытащил ну да между ними немножко вода положил они высохли вообще класс воду они в себя не впитывают и очень за счет черного цвета быстрого вода если даже пропиталась немножко она выпаривается очень быстро ну и тем не менее у леса очень хорошая гибкость по сравнению с тем когда вот белый вот такой высушенный в хлам то есть он вообще хрупкий становится а куба с кузбасс лаком пропитываешь он более такой я не знаю как объяснить гибкость что ли у него появляется короче как то так так вроде бы уже подсох от пыли защищено и это кайф ладно всем удачи всем пока не теряйте скоро будут побольше роликов снимать